Добрый вечер, уважаемые слушатели! В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Тема сегодняшнего эфира, ну, в какой-то степени финальная. Каждая следующая программа, в какой-то степени мы подводим итоги. Вот и сегодня мы говорим о итогах года с точки зрения ритейлеров. Посмотрим, как, собственно, удалось им этот год закончить. Насколько оптимистичны эти цифры или показатели. Ну, как минимум, люди, которые сейчас сидят в студии передо мной, смотрят весело, смотрят весело, с улыбками. Это говорит о многом. Так что это за люди, я представлю, сегодняшних гостей? Это Дмитрий Лебедев, первый заместитель генерального директора группы компании «Утконос». Добрый вечер, Дима. Здравствуйте. Это Тимур Гавдрахимов, руководитель Центра стратегических исследований компании «Энтер». Добрый вечер, Тимур. Добрый вечер. Ну, я не ошибся, глядя на ваши лица, довольные, что все слава богу. Все слава богу, это главное. Потому что в преддверии Нового года хочется, чтобы все было хорошо, конечно же. В следующем году, естественно, все будет еще лучше. Мы будем на это надеяться. Уважаемые слушатели, вы можете принять участие традиционно в нашей беседе. Для этого позвоните по телефону 6510996, код Москвы 495. Еще раз я повторю, 6510996. Либо задайте свой вопрос или прокомментируйте ситуацию, как вам она видится, по крайней мере, на сайте компании «Финами.фм». Я думаю, что разговор сегодняшний может быть интересен очень многим. Именно, еще раз повторюсь, именно в преддверии новогодних праздников. Все прекрасно понимают, что праздничный новогодний стол во многом будет зависеть от того, насколько успешны ритейлеры в Российской Федерации. Ну, давайте буквально в нескольких словах представимся. Дима, ты представляешь группу компании «Утконос». Как встречает ваша организация в будущий 2013 год? Несмотря на то, что улыбки у нас на лицах. Как говорится, как говорится у ритейлера, в декабре весь год кормит. Волконоги, а у нас сейчас самая горячая пора. Это да. Самая горячая пора. Хотя я заготовил вопрос, сразу я его задам. Недалее как, ну, давай так, несколько недель назад в американских сетях, и, кстати, интернет-сетях, о которых мы сегодня будем говорить. В первую очередь. Прошла так называемая «Черная пятница». Мы упомянули о ней в моем следующем, за нами будет эфир, называется он «Сухой остаток». Он целиком посвящен инвестиционным идеям, фондовому рынку. И вот в эфире «Сухого остатка» один из моих гостей упомянул этот термин «Черная пятница». Можете себе представить, как инвестор, такой традиционный инвестор, на эту фразу реагирует. Сразу успокоили, никакого отношения это не имеет фондовый рынок, никаких обвалов. Речь идет именно о том, что вот, действительно, как Дима сейчас правильно сказал, есть некий день в году, да, я так понимаю, который собирает львиную долю выручки. Это так, действительно? Абсолютно так. Это порядка последних десяти дней. Это какое-то сумасшествие. Это прекрасное сумасшествие, которое хотелось бы, чтобы длилось целый год. Согласен. Но жизнь богаче. И такие вот удивительные покупатели, которые сейчас располагают прекрасными суммами денег, желающими их оставить у ритейлеров, они, как по мгновению волшебной палочки, первые ныря вдруг куда-то все исчезают. И в следующий раз мы их встречаем, в лучшем случае, на 23 февраля, на День Святого Валентина, или там в преддверии 8 марта. Да, так называемые гендерные праздники. Гендерные, я понял. Кстати, я тоже вот эту историю с концом года еще вспоминаю. Традиционно есть такие разговоры, на уровне анекдотов, что большую часть артистической братьи кормит именно новогодний корпоратив. Он зарабатывает именно чё с так называемой новогодней. То есть есть какая-то связь здесь тоже? Абсолютно. Я думаю, такая же. Единственное, что, как говорится, компания должна чувствовать себя достаточно уверенно, входя в новогодние праздники, любой ритейл, он начинает работать на пределе своих возможностей. И, как всегда, то какая-нибудь IT-система поломается, то поставщик не приедет, по морозу забудет. То есть не может быть так, да? Вот смотрите, ритейлер весь год, ну так, грубо говоря, не особо утруждал себя. Он говорил, ой, сейчас придет декабрь, и я все это... вот так не может быть. Это неправда. Да, он должен. Это неправда, потому что даже новогодний ассортимент в массе своей заказывается в феврале. В феврале? Если вы в сентябре захотите оформить какой-то заказ на елочные игрушки и на какие-то подарки, то боюсь, что у вас уже не будет шансов, потому что все сети уже давным-давно оформили заказы, и весь наш благополучный Китай уже работает, в том числе и на российский рынок. Да, да, да. Уже разобран, да, типа. Если говорить вообще про рынок, то там есть сегменты, которые вырастают в два раза. Там бытовая техника и электроника, там, косметика и парфюмерия, товары для детей, товары для дома. Это вот именно мы говорим сейчас о декабрьском вот этом вот финише. Да, да, даже с 20-х чисел... Алкоголь, да, святое дело. С 20-х чисел начинается, правда, там колоссальный рост продаж, и декабрь может занимать до 3-й продаж всего города. 30%? Да. По отдельным категориям, потому что... По отдельным категориям. Ну, тогда, Дим, вот очень интересно, а технически как это? Ну, наверняка, да, есть какие-то устоявшиеся правила, я имею в виду, вот бизнес в течение года. Будем говорить, он такой, ну, средний, средний... Напряженно стабилен. Напряженно стабилен, да. И вдруг я прекрасно представляю, что, да, огромное количество, просто там в разы, да, увеличивается количество покупателей, и вы должны, а, быть готовы к этому со всех точек зрения, и с точки зрения персонала, да, и вы добираете, может быть, какие-то, да, там, временщиков добираете, и с точки зрения каких-то технических, значит... Ну, с нентября месяца идет процесс подготовки, соответственно, там, где-то с середины ноября мы ждем определенного подъема, и он, на самом деле, имеет место быть, но вот пиковая нагрузка, как я уже сказал, ближе к концу декабря. Есть, соответственно, договоры с некими соутсорсерами, которые могут, в том числе, и часть логистических услуг оказать. Мы заранее обеспечиваем наличие товарного запаса, то есть завоз его начинается задолго до. Мы сознательно идем на дополнительные затраты, снижаем оборачиваемость складских остатков, то есть какое-то время это лежит. Дорогович, как и Христову дню, оно искренне должно быть заранее. И персонал, соответственно, так как он работает у нас, как правило, по неким сменам, то мы с людьми договариваемся, что в декабре будут переработки. Ну, за это будете платить. А эти люди будут, да, у нас оставаться, дополнительно, кто-то выходить не в свои смены, кто-то брать дополнительные смены, и вот так вот играть. То есть, ну, это вот придумаем какие-то там механизмы. Ну, в этом случае у персонала, да, у него тоже есть мотивация дополнительная. Он говорит, сейчас придет новогодний вот этот, да, декада, предновогодний декад, и будет возможность подработать. И мы их потом в первой неделе января, очень щадящий режим, половину отпускаем, люди могут разъехаться, отдохнуть, дальше уже в таком менее интенсивном режиме. И потом, да, что в январе куда-то покупатели все исчезают. Есть ощущение, что да, куда-то они. Такое количество персонала. Дед Мороз что-то с ними делает. Да, действительно. Дед Мороз. Хотя, мне кажется, все-таки январь, он, опять же, для разных категорий, он может быть с точки зрения сезонности на рынке больше, чем ноябрь. И все-таки какая-то такая, знаете, горка продаж декабрьская, она все-таки переходит. Переходит. А для каких категорий, например? Ну, я думаю, что это ключевые категории в нон-фуде. Те категории, которые я перечислил, там такой инерционный процесс, он продолжается. Ну, то есть это связано вот с теми самыми большими выходными, да, количеством праздников, когда, ну, среднестатистическая семья, не находя уже возможности сидеть дома и пялиться в телевизор, вот, и подъев уже все, так сказать, запасы, которые до этого... Это первое, конечно, 10 дней, 10 дней праздников, плюс все-таки ритейлеры, они не очень системно подходят к акциям, да, там, к промотированию, там, продвижению своих товаров и услуг. И это достаточно хаотично начинается в декабре и переходит в январе и заканчивается и продолжается в январе. И поэтому все же спрос, он перекачивается из декабря в январь. Ну, это тоже поддержка дополнительная. Пить долго нельзя. Это правильно. Все устают. Тут есть еще праздник Рождество, вот еще к Рождеству какой-то небольшой стол люди собирают, и что касается непосредственно еды, есть определенного рода оживление. В целом люди, на самом деле, не хотят выйти на горки, отдохнуть, не сидеть за столами, как-то провести себя более активно. Может быть, даже в общественном питании, если так это можно назвать, вы, как сказать, сходите в ресторан, на самом деле, да, жена уже устала, готовите. Сколько можно эти продукты покупать и сидеть там, есть салат оливье тазиками? Ну, это так и есть, вот, можно сказать, живем в России с вами, я сам прекрасно понимаю, как проходит, там, первая неделя января, она проходит. Это бесспорно, плюс в России это 140 миллионов человек, и я думаю, это, там, несколько миллионов уезжают за границу отдыхать в эти дни, а, там, оставшиеся... Вынуждены. Я не говорил этого договора. Оставшиеся, да, нет, к сожалению, да, возможностей или, там, желаний, может быть, да, и они, естественно, остаются в пределах. Ну, то есть, немножко подрезюмируем, Дима, смотрим с оптимизмом, да, на приближающиеся, собственно, новогодние праздники. Праздники уже полностью в разгаре, мы ощущаем уже, там, недели-полторы очень активный спрос, то есть, там, даже по нашей сетке, если под конкурсом посмотреть, то это в полтора раза рост оборотов, как минимум, там, к аналогичному. Подожди, к аналогичному периоду, то есть, к периоду, вот, при новогодних праздниках прошлого года, это рост. Рост, конечно. Мы сейчас, наверное, перейдем на некие цифры с точки зрения того, как растет ритейл в общем и целом, то, что мы хотим погреть, это, там, порядка от процентов 6. Это очень важно, я буду об этом вас спрашивать, сейчас мы послушаем новости на Финам.фм, а потом продолжим. Продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели, бизнес-класс на Финам.фм, меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня мы обсуждаем бизнес под названием ритейлеровый, да, как по-русски сказать, Дима? Торговля. Торговля, действительно. Зачем нам заменители эти иностранные всегда, есть же замечательные русские слова. Мы говорим сегодня о розничной торговле преимущественно, ну, в какой-то степени подводим итоги года. У меня в гостях, напомню еще раз, Дмитрий Лебедев, первый заместитель генерального директора группы компании «Утконос», и Тимур Габдрахимов, руководитель Центра стратегических исследований компании «Энтер». Ну, и еще раз, на всякий случай, телефон в студии 651099.6 и сайт компании «Финам.фм». Давай вернемся к итогам года. Действительно ли, вот, ну, год-году, как, да, как говорят в таких случаях, статисты, действительно ли в преддверии 2013 года на полтора процента, да, прибавляют… На пятьдесят, полтора раза. Полтора раза, пардон, да, на пятьдесят процентов, полтора раза. Факт нашей компании, в целом, вот мы уже с коллегой тут в паузе пообщались, традиционный ритейл, вообще в целом, вся торговля, по которой статистика мы имеем, к сожалению, только поэтому, порядка шести процентов наблюдается в текущем году рост в предыдущем году. Интернет-торговля по-прежнему стабильно растет гораздо более высокими темпами. Да, я бы даже сказал, что попережает. Попережает. Попережает, при этом ускоряется. Я думаю, где-то два-три раза темпы роста интернет-торговли, как в мире, так и в России, в особенности в России, опережают традиционную торговлю. И смотря в каких ценах сравнивать темпы роста, вот за девять месяцев вообще ритейл, это 15 триллионов рублей, и при этом он вырос на 12%. Мы оцениваем рост интернет-торговли по консервативным таким оценкам, это порядка 30%. Факт. И на самом деле тенденция интернет-торговли, что последние как минимум лет пять, когда стали так более-менее стабильно отслеживать, вот этот очень новый новаторский сегмент, по которому по большому счету информации не так много, публичная особенно. Да-да-да, ее сложно, да, просто-напросто? Безумно сложно, игроков больших не так много, и никто не раскрывается, и очень мало кто подводит итоги. Тем не менее, мы все время, это двухзначные цифры, они никогда меньше 20 не были, выливали годы там и по 40, это вот за последние 5 лет, и по 40%. Да, если не ошибаюсь, где-то два года назад это порядка 40% было. По поводу игроков, вообще очень интересное. Давай, Тимур, извини, пожалуйста, это очень интересно, мы, естественно, об этом тоже поговорим, давай от печки попробуем. Действительно, ответы, хотя ответ на этот вопрос очевиден, тем не менее, давай произнеси его вслух, почему это так именно с интернет-ритейлеров? Почему он растет семимильными, так я в кавычках поставлю шагу? Ну, я думаю, что Россия это отражение вообще глобальных процессов, это в первую очередь, и там интернет, онлайн, покупатель переходит в онлайн. Причем это процесс... Это мировая тенденция, глобальная тенденция, постепенно вся активность переходит в интернет. Это такие, знаете, два, Олег, все-таки два процесса, которые навстречу друг другу идут. Мы, компания Enter, мы верим в мультиформатность, мы верим в то, что оффлайн переходит в онлайн, и онлайн не может жить без оффлайн. Поэтому это достаточно интересный и очень значимый и ощутимый тренд в мире, и, конечно же, это проникновение интернета, это развитие социальных сетей. Я думаю, там всем известны отличные примеры мобильных приложений. Есть куча кейсов, которые нас поражают. Например, там есть такая компания Tesco, и не только она, Procter & Gamble, если я не ошибаюсь, в Праге тоже такой проект запустили. Это такой так называемый виртуальный магазин, когда ты в метро находишься со смартфоном, и у тебя на стене находится перечень продуктов. И ты возвращаешься, например, на стене, в метро, в переходе, например, либо утром, либо вечером, ты понимаешь, что тебе нужно купить бутылку молока или, я не знаю, веник домой, и ты сканируешь, переходишь на сайт или на мобильное приложение, делаешь покупку, и доставка уже осуществляется тебе домой. Это экономия времени. Южная Корея первая запустила к вопросу. Нет, я просто хотел прокомментировать. Реально очень короткий пример. Мы буквально на прошлой неделе запустили приложение для айфона, сейчас выходит в ближайшее время для айпада. Объявили с утра, нашим покупателям сделали рассылку, что есть, соответственно, приложение для айфона. До этого мы выпустили сами андроид. Андроид показывал результаты там полтора процента, причем мы его долго раскручивали сами по себе. Айфон. Удивительные результаты. Первый же день, каждый пятый заказ был сделан через айфон. Ты что? Каждый пятый заказ. Это было просто феноменально. Как это работает? Открываешь холодильник, сканируешь штрих-код пакета молока, нажимаешь сколько тебе штук надо и кладешь себе в корзинку. Это реальный факт. Супруга этим делом занимается. Целый вечер убила, чтобы просканировать весь холодильник. Супер штука на самом деле работает. Я тебе хочу сказать... Мобильное приложение потрясающе. Скорость жизни быстрая. Конечно, конечно. Все быстрее и быстрее. Некогда тратить время на рутину в виде похода в магазин. Я предположу, ты так рассказывал о супруге своей. Я думаю, что помимо этого элементарной заботы о хозяйстве, ей еще и нравится этот процесс. Фан. Конечно. Это очень интересно. Кстати, да, это правда интересно. Тимур, я прошу прощения. У нас, кстати, есть очаровательная слушательница. Я уверен, что она очаровательная, потому что только такие слушают Финам ФМ. Давайте ответим на ее вопрос. Виктория, добрый вечер. Вы в эфире говорите. Добрый вечер. Добрый. Олег, Дмитрий, Тимур. У меня вопрос к Дмитрию, компанию Тканод, наболевшей. Здравствуйте. Дмитрий, добрый день. Он паник. Он паник как-то сейчас сразу. Оточаровать мне девушке, видимо. Говорите. Дмитрий, вопрос следующий. Я давно являюсь клиентом компании Тканод. И вопрос, на самом деле, является наболевшим об интервалах доставки. Ты выбираешь определенное время, в которое тебе удобно принять заказ курьером, но крайне редко заказ привозят вовремя. Я бы хотела спросить с этим, что-то делают, как-то данный вопрос решают, с чем это связано. Это дорожные пробки или это человеческий фактор на сборку заказа на складе. Это когда-нибудь решено, будет? Риторический вопрос, на самом деле. Спасибо, спасибо, Виктория. Вот такие острые вопросы у нас. Здесь вот как раз специфика интернет-торговли накладывает на себя достаточно большой отпечаток. Первое. На текущий момент нет стандартов нашей отрасли, что такое хорошо, что такое плохо в интервалах доставки. Если посмотреть в оставщиков большинства магазинов, то вам говорят с 9 до 21, мы вам привезем. Вот канал все-таки вводится как-то в рамках трех часов. И на текущий момент ситуация на самом деле улучшается. Мы установили программу, которая позволяет оптимизировать маршруты. Мы отслеживаем на рейсе каждую машину, мы ведем ее по линии, мы называемся клиентами. Это большая история. И сервис этот улучшается. Процент опознания не так высок. Но тем не менее, вчера в 19 часов третье транспортное кольцо замкнулось совсем. Стояло, стояло, все стояло. 10 баллов в 19.00. Вертолеты надо покупать. Дирижабли мы думаем об этом на текущий момент. Смотри, я о чем подумал. Вот Вика, видимо, наболела. Да, наболела. То есть она говорила реально. Смотри, ты, извини, я сейчас сформулирую вопрос. Ты упомянул о том, что некоторые предлагают доставку с 9 до 9. Ну и давайте так. 90% вероятности, что они уложатся в этот срок. А вы предлагаете доставку в течение трех часов. Сами себя подставляете, получается. Мы себя не подставляем, мы себя подстегиваем. Это правильно. Мы сознательно идем на то, чтобы выставлять такие интервалы раз. Второе, мы их сокращаем до двух часов. Это правильно. Доставка круглосуточная в рамках двух часов. Это продукты питания, это товарищ МСЖ. Вы не хотите жарить курицу в 21.00. Если вы хотите ее с утра получить, то вы, наверное, кушать уже либо хотите, либо будете хотеть, либо у вас семья соберется. Это какие-то другие товары вы можете подождать себе позволить подольше. То есть мы искренне понимаем, что в рамках интернет-торговли прежде всего это сервис. И стараемся установить отраслевые стандарты и на этом дифференцироваться от других. То есть это вовремя приезжать в понятные ограниченные интервалы с понятным качеством, что в целом нам удается. Ну это нормально, но тем не менее, видишь, объективно не всегда это возможно просто по известным причинам. Есть очень интересные цифры по отрасли. Вот, например, мы там фокусируемся сейчас на Москве, да, звонок был из Москвы. Но вот если взять, например, там остальную Россию, мы говорим там про интервалы сейчас, то вот, например, по нашим данным, если взять топ-30 интернет-магазинов и взять доставку не более чем за три дня, то лишь 24% укладывается в этот интервал, три дня, внимание, в миллиониках, 24% из всех топ-30 онлайн-ритейлеров. А, например, в таких городах, как от 100 до 500 тысяч, это всего лишь 5%. То есть, грубо говоря, да, Москва с ее транспортными проблемами, но рынок намного больше, нежели Москва. И в регионах, конечно же, проблема с логистикой, с доступностью. Вообще, это ключевая, так вот, мы анализировали внешнюю среду, да, в которой находятся там онлайн-ритейлеры или ритейлеры, то, конечно, это инфраструктура. В первую очередь, это логистика, свободные складские помещения, это доступность, это, ну, некая вещь, про которую говорят все. И достаточно проблема сложная, актуальная. Ну, то есть, это и не проблема ритейлеров, по сути, правильно? Если мы говорим о логистике, о доступе к тому или иному населенному пункту, если там дорог просто нет элементарно, не может какая-то, да, сеть ритейлеров взять и за свои счеты построить дорогу туда. Ну, вряд ли ведь это. Я думаю, это, в принципе, не задача ритейлера. Я об этом и говорю. Задача ритейлера – оказывать качественные услуги и осуществлять доступ широчайшего округа населения. То есть, у вас есть некие риски, но, в принципе, от вас не зависят. Мы сейчас вновь послушаем новости на Финамэтм, а потом продолжим. Кстати, вот мы поговорили об интернете. Продолжаем наш эфир, уважаемые слушатели бизнес-класс. Обсуждаем мы сегодня розничную торговлю, подводим некие итоги года. Еще раз я с удовольствием представлю своих сегодняшних гостей. Это Дмитрий Лебедев, первый заместитель генерального директора группы компании «Утконос». И Тимур Габдрахимов, руководитель Центра стратегических исследований компании «Энтер». Тимур, к тебе сразу я оперирую. Мы начали, собственно, обсуждать вот эту важную, с вашей точки зрения, как минимум, тему онлайн-торговли, интернет-ритейла. И от печки опять давай к ней вернемся. Именно то, что у интернет-торговли вот такие, даже по сравнению с обычным ритейлом, такие оптимистичные финансовые показатели, ну, то есть прироста, как минимум, годового. Темпы роста. Темпы роста, да. На чем это основано? Ну, мне кажется, в первую очередь это, конечно же, основано на том колоссальном спросе, который сейчас есть в интернете. Это основано на проникновении интернета в регионе, в регионы. Например, проникновение интернета в регионе там отмечается от 10 до 20 процентов в год. Это колоссальные темпы проникновения интернета в наши регионы. Это все, что не Москва и Северо-Западный федеральный округ. При этом лидерами является Северо-Кавказский федеральный округ. Кроме того, поддерживающие факторы темпов роста онлайн-торговли, это, конечно же, развитие онлайн-сервисов. Это электронные деньги. Это какие-то другие способы онлайн-покупок в интернете. Это онлайн-кредитование. То есть человек, клиент, находясь даже за столом, он не готов, например, выходить, ходить по магазинам. Особенно сейчас, когда 20 градусов, завтра будет холодильник. При этом он может сидеть там за диваном, взять какой-то планшет, трубку телефона, каталог, сделать заказ. При этом оформить доставку либо самовывоз. Поэтому еще раз, это спрос, это спрос, перемещающийся в интернет, это отсутствие какой-то консолидации в этой отрасли, это онлайн-сервисы, платежная инфраструктура. Другими словами, огромный потенциал именно с точки зрения развития интернет-услуг, именно он и заставляет ритейлеров, многих сейчас переориентироваться на онлайн. Да, вот на самом деле очень интересные цифры есть в темпе роста компаний мировых в онлайне и в традиционном ритейле он там различается очень сильно. При этом, если говорить про нашу страну и сравнивать там с США или с Китаем, то США это бесспорный лидер в виде Амазона. У него выручка под 50 миллиардов долларов, просто размах. Достаточно громадный, там, большой ритейлер. В Китае это уже ритейлер поскромнее, это оба умол, это 9 миллиардов долларов. И в России, в России крупнейший онлайн ритейлер по разным оценкам, по разным оценкам это порядка 300-400 миллионов долларов. При этом темпы роста, конечно же, на порядке. На порядке еще и темпы роста этих компаний, да, в США это однозначные темпы роста 3, 5, 7 процентов. В Китае и России, конечно же, по развитию онлайн сервиса это двузначные темпы роста, как я говорил уже в России, это 30 процентов. Поэтому, там, 12-й, 13-й год и до 16-й это, там, уникальная возможность с точки зрения развития онлайн, онлайн ритейла в нашей стране. Ну, то есть, с оптимизмом смотрим вперед, вот это главное. Бесспорно, конечно. Мы с некой базой более низкой стартуем, чем на текущий момент уже есть у, там, Америка, Великобритания и так далее. Поэтому у нас темпы роста, в моем мнении, чуть выше, они на самом деле высокие плюсы. Есть страновая специфика, не вся Европа в интернете. Как ни странно, но Италия и Испания не хотят покупать и уровень продаж в интернете, по сравнению с традиционным ритейлом, там низок совершенно. Дима, а в чем она, вот эта страновая специфика? Это вот какой-то менталитет, то есть, если Великобритания, там, она 5-6% имеет с точки зрения доли интернет-торговли во всей торговле, то менее процента в Испании. У меня неожиданная мысль, неожиданное объяснение. Подожди, Тимур, смотри, у нас холодно, и мы не хотим из дома выходить в интернете, а в Италии тепло. Он говорит, что я буду с усеем, пойду-ка, я пройдусь, подышу, заодно куплю себе... Другой менталитет, вот на самом деле. Если в Европе есть такая страновая разница, да, у нас, конечно, региональная дифференциация очень сильная, все-таки поведение и проникновение. Это не проблема, это определенные возможности, возможности для бизнеса. Мы только что об этом говорили, да, действительно, да, вот есть огромное количество регионов, которые, в принципе, не охвачены, и, естественно, можно говорить, что у них огромный потенциал для развития. Но только что-то, вы же туда не идете. На текущий момент 65% интернет-торговли сконцентрировано в Москве, в Московской области, и это с точки зрения, либо начала бизнеса, с одной стороны, да, ну, хотя уже там достаточно сильно занято, с другой стороны, развитие, нахождение в этой точке, это очень выгодное местоположение. То есть мы для себя рассматриваем Москву, так повезло, так случилось, что мы находимся реально в очень правильной точке. На некоторых континентах встречались с коллегами, которые занимаются также интернет-фуд-ритейлом, там, в Екатеринбурге, например, в Казани. Показать у ребят гораздо тяжелее и сложнее, то есть людей заставить еду покупать, там все гораздо более плохо. И, например, взять второй город у нас, Санкт-Петербург, там интернет-торговля не развита ровным счетом никак. Вот тоже большая, яркая специфика. Вторым городом после Москвы нормальная компания не выбирает Санкт-Петербург, не выбирает Санкт-Петербург. У Санкт-Петербурга, конечно, есть своя специфика, все-таки там вообще в целом северо-западный федеральный округ, он по проникновению интернета является вообще лидером. Но в Санкт-Петербурге очень мощные локальные сети, и это достаточно интересный и в то же время сложный регион. Екатеринбург, да, юг. Вообще, вот если взять города-миллионники, регионы, мы сравнивали ассортимент, если взять за 100%, нон-фуд ассортимент, нон-фуд ритейла Москвы, то в миллионниках и в городах до 500 тысяч человек это всего лишь 50%. 50%. То есть человек где-нибудь в регионе, в крупном городе, он имеет ассортимент 50% от московского. В то же время цены это порядка 70%. В московских, да? Да, конечно, колоссальный спрос есть в городах, в регионах с точки зрения лайн-ритейла, в городах от 100 до 500 тысяч. Мы, Центр стратегических исследований, верим в эти города, в эти регионы, города-миллионники. Там есть спрос, да, там есть своя специфика, но туда надо двигаться, и это такие точки зоны роста для ритейла в целом и в онлайн-части. Вот об озоворотименте заговорили, что хотел добавить? Вот отвечаю на вопрос, почему там, например, утконос пока. Пока, я понял. И это очень важно, отметить, что пока не идет в регионы, при этом мы искренне полагаем в ближайшие 2-3 года определенного рода проекты уже реализовать. Есть специфика введения фудового интернет-ритейла. Очень большие инвестиции на стартапе. Это складские площади с различными зонами хранения. Это своя только логистика, которую нельзя аутсорсить. Это машины-рефрижераторы. И чтобы выйти, нужно иметь достаточно большие сразу обороты. Когда простой интернет-магазин считает, что для него это много, то фудовому ритейлу нужно гораздо больше, чтобы покрыть свои очень высокие постоянные издержки. То есть это на самом деле с точки зрения фудового ритейла очень распространенный миф, что торговать продуктами питания, не продуктами питания, а в целом торговля через интернет, это очень дешево. А какие тут затраты? Это были в те годы, когда завозили какую-то серую электронику, она валялась в однокомнатной квартире, и два мальчика развозили как минимум на метро. Поэтому я говорю о том, что оффлайн-ритейлеры будут выходить в онлайн, поскольку это для них зона роста, это такой… Канал продаж. Канал продаж, зона роста, трамплин. Поскольку традиционный ритейл и фудовый, он показывает однозначные темпы роста и, скажем так, стагнирует уже несколько лет. И в то же время онлайн-ритейл в честном виде, он не может обходиться без вот этой складской инфраструктуры, логистики. Поэтому мультиканальность, мультиформатность, как я уже говорил, это некий тренд, это ключевой тренд на глобальном уровне. И, конечно же, это очень важная тема для России. Но здесь, Тимур, позвольте мне согласиться, все-таки есть на самом деле два тренда. Первый – это да, традиционно, наверное, проще. Люди привыкли видеть магазин физически и сказать, ага, там, видел, например, какое-то название. В интернет зайду, ну-ка, ага, там, доставляю, да, закажу. Есть некое доверие, да. Тем не менее, человек-то в Амазоне я много сильно оффлайн-магазинов и не видел объективно. Есть прекрасный опыт развития компании Акадо. Это Великобритания, раз уж мы про Теско говорили, которая точно там же находится. Ребята занимаются чисто онлайном, кто куда сейчас. У нас, в принципе, очень активно и дрейфует. Показывают достаточно неплохие результаты. Более того, их рассматривают очень перспективно. Это одна из немногих компаний, которая, проведя, по-моему, года 2 или 3 назад IPO, получила мультипл к EBITDA 100. Это там, сказали, вот очередной ибум, который там, то есть это нормальный интернет-ритейп, получил мультипл 100. В лучшие годы наш, там, один из крупнейших ритейлеров имел мультипл 15. Ну, сделок на таком рынке их нет. И при этом они вот такие вот уникальные. И вот эти мультипликаторы, которые показывают, они достаточно большие. И по поводу Амазона. У Амазона действительно нет офлайн-магазинов, но у них громадная, очень большая складская инфраструктура. Факт. Да, при этом у них есть некий такой проект. Я не очень сейчас в теме, в каком статусе. Они хотели запустить тоже офлайновый магазин. И, например, онлайн-ретейлер с таким шоурумингом, это, мне кажется, это в любом случае такой некий вектор, в котором будут двигаться очень многие. Поскольку человек действительно хочет не заказать доставку на дом, а приехать и самолос сделать. Например, он хочет прийти действительно пощупать этот товар. Кому-то удобнее это сделать через мобильное приложение, чтобы ему привезли в офис. Поэтому, чем больше ты дашь возможность для клиента с точки зрения выбора, способа доставки, тем комфортнее будет ему и комфортнее будет клиентам, который будет он. Но, тем не менее, есть определенного рода специфика, исходя из ассортимента. То есть, когда люди заказывают мебель, ну, навряд ли они хотят из пункта самовывоза вывезти пару креселок. Объективно, они искренне хотят получить доставку. То есть, наличие там... И сборку, наверное, еще, да, если это как-то сложный мебель. Если это не, там, другой знаменитый шведский. При этом, вот, еда, да, там, некий формат гипермаркета, который мы представляем, это в среднем от 40 килограммов заказ. Это достаточно объемные вещи. Тащить в воду, все тяжелое. Ради чего приезжать. То есть, как раз вот услуга, да, и то, на чем спецификация. А при этом, допустим, мобильный телефон, который можно положить в карман, и за который, там, просят, там, не знаю, от 500 рублей за доставку. Ну, какой смысл? Там, пусть он полежит, там, сколько, какое-то время. В пункте выдачи его можно легко и непринужденно забрать. То есть, опять же, тема ассортимента и удобства определенных видов. Когда у тебя маленькая покупка, там, грубо говоря, там, не знаю, фастфуд какой-то тебе надо забрать. Тогда, наверное, да, там, забрал, вечером перекусил, еда окончила. Ну, кстати, Тимур вот об Амазоне начал рассказывать, ведь они изначально, сколько я понимаю, все-таки онлайн, да, в магазине? Да, да, бесспорно они есть. И потом, в какой-то момент, вот, что это за момент, они понимают, да, давайте мы откроем один, два, три, еще оффлайн. Насытилось, американский рынок насытился, и в целом, ну, сейчас... То есть, это, опять, такая, шаг на встречу, буквально, что вы еще хотите? Что нужно еще, конечно. Да, хотите, хотите, приезжайте к нам, вот у нас здесь вот, можете посидеть, можете кофейку попить, да, потрогать руками, хоть, да, вот в этом смысле. Амазон очень легко заказать, на самом деле, и в Россию, доставка, там, порядка двух, там, до месяца, прекрасная цена, шикарный ассортимент. Это очень интересная тема, там, Амазон, когда выйдет к нам, выйдет ли он, не выйдет. Ну, физически сейчас можно это осуществить. Да, поэтому очень важно все-таки, как я уже говорил, для клиента сделать все возможное для того, чтобы ему было комфортно, ему было комфортно оплачивать, заказывать постпродажный сервис, заказал мебель, тебе приехали ее и собрали, при этом сделали быстро, качественно и чисто. Клиент в последнее время, к сожалению, или к счастью, мое мнение, к счастью, становится более требовательной. Вот, вот, я хотел спросить, да, действительно. Это показывает уровень развития нашей страны в целом. Совершенно верно. Увеличивается доля среднего класса, которую не хочет... Если раньше можно услышать, да, вот у нас есть такие услуги, да, а мне вот это нравится. Ну, не нравится, да, до свидания. До свидания. Я сам лично, да, несколько лет назад слышал это. Теперь это не ответ ритейлера, совсем нет, чем выше будет конкуренция, соответственно. Сейчас мы слушаем новости еще раз, а потом об этом продолжим. Итак, продолжаем наш эфир. К сожалению, только сейчас обратили на это внимание. Время заканчивает, да, Дима? Как-то быстро движется время. Быстро-быстро. Быстро-быстро. А у нас есть звонок, давайте мы начнем с него, последнюю заключительную часть. Дмитрий, добрый вечер, вы в эфире, говорите. Добрый день. Не подскажете, вот сейчас речь идет о двух магазинах. Услугами обоих этих магазинов я пользовался как, ну, покупатель. Вот, в принципе, ну, мое личное мнение, что утконос, как бы, для своего среднего, низкого, допустим, уровня доходов людей, которыми пользуются, скорее всего, в основном, он соответствует. Вот, по Энтеру у меня отрицательное впечатление, я, наверное, больше не буду пользоваться. Но это мое субъективное мнение, возможно. Вот, связано оно с качеством обслуживания, да. А, соответственно, в России, ну, на мой взгляд, такая распространенная беда, что качество услуг, оно хуже, чем в Европе. Почему-то, там, слонго говоря, гардеробщица не улыбается вам, официант в ресторане не подходит. И вот, ну, в магазине Энтер я столкнулся с этим, да. Соответственно, вопрос, как вы, как топ-менеджеры, планируете бороться вот с нашей национальной особенностью, вот, улучшать, вот, набор услуг вы можете дать такой же, как у европейских ритейлеров? А как вы, вот, качество этих услуг, ну, планируете поднимать на высокий уровень? И вообще, может, это не нужно в России, конечно? Ну, судя по вашему звонку, это нужно, Дима, согласитесь. Спасибо за вопрос. Вот, видите как, да, ментальная у нас связь со слушателем. Изумительный вопрос. Да, мы только что заедали об этом. Перерывы обсуждали ровно это, да. Давай, Дим, вот. Реально прекрасный вопрос. Мы говорим о том, что требования клиентов растут. И говорить о том, что нам в России не следует этого делать, абсолютно нет. Конечно, да. Конечно, да, конечно, нужно это делать. Нужны отраслевые стандарты. Нужно, как уже мы говорим, диверсифицироваться на уровне сервиса. То есть, что касается нашей компании с точки зрения того, что потенциально мы делаем. Первое. Есть определенного рода система мотивации, раз. Есть служба поддержки клиентов, два. И есть, соответственно, бизнес-тренеры, которые занимаются, вы не поверите, с нашими доставщиками. Это тоже факт. С доставщиками? Да. Ровно со всеми доставщиками. Логистика наша. Мы, к счастью, не позволяем никому входить в квартиру к нашему клиенту. Так случилось, что несмотря на то, что компания несколько тысяч человек, но люди видят только доставщика и наш сайт. Особенность тоже работы. И слышат оператора колл-центра, если, не дай бог, что-то у них случилось, либо им нужно сделать заказ. Кстати, смотри, вот если говорить об онлайн-варианте, да, утконоса, значит, у меня о компании мнении сложится по трем вещам. Сначала я увижу сайт, понравится он мне или нет. Удобен, неудобен. Удобен, неудобен. Разные вещи, может быть, даже там. Цвет, цвет фоновый. Мне не понравился. Дальше я позвоню, да, и голос я услышу, и речь, правильную, неправильную. Ну и так далее. Вот, да, уже, так сказать, такой слуховой рецептор сработает. А потом приедет некто, который привезет не товар. Да, если этот, в конце концов, некто приедет хамоватый, без сдачи, с помятым кефиром. Да, да, какой-то не такой. То все впечатление, и все там несколько тысяч людей, которые работали для того, чтобы вас обслужить, весь их труд на смарку. Это искренне компания понимает, разделяет, но тут человеческий фактор, он от него никуда не десет. Поэтому сбои какие-то, да, наверное, могут быть, но массовый характер это носить ни в коем случае не может. То есть можно сказать, что повезло, не повезло, да, если возвращаться к звонку нашего слушателя. Я думаю, что здесь не то, что повезло, не повезло, а у компании, правда, есть стратегия, стратегия такая клиента-центричности. То есть мы верим в то, что клиент в центре, и там те, Дмитрий перечислил, да, те мероприятия, которые, это правда, это мотивация, это ключевой показатель эффективности, заточенный на клиента-центричности. То есть это работа поддерживающих служб, это претензионная работа, он может оставить обратную связь, и эта обратная связь работает во всех точках контакта с нашими клиентами, и ты на сайте, через колл-центр, через мобильное приложение можешь оставить. Правда, это такое развитие обучения клиентов и компаний, которые есть сейчас на рынке через ассоциации компаний, да, вот мы организовали, вернее, стали инициаторами создания ассоциации компаний интернет-торговли, где выделили для себя несколько тем, с которыми работает эквайринг, это безопасность личных данных, и, конечно, стандарты, стандарты сервиса. И мероприятий, инструментов много, мы над ними работаем, темпы роста колоссальных компаний, и... Не успеваем, за всем не успеваем? Нет, ну сказать, что вопрос, вопрос на самом деле сложный, но сказать, что ничего не делали, не факт. Нет, ну мы не говорим так, вопрос-то прозвучал, да? Коллеги чуть пораньше стали работать, у нас все-таки там 12 лет опыта уже какого-никакого есть, и люди там по 5 лет доставщиками работают, коллектив... Дим, ну вот с Тимуром вместе вы сказали о том, что нет стандартов, у нас нет стандартов. Отраслевых стандартов нет, мы должны ездить в 2 часа или в 4, мы должны там... Вот на Западе... В каком проценте случаев иметь сдачу, я не знаю, а какой процент товарного запаса должен быть в наличии, да? Ну там у нас актуальные остатки на сайте, но вопрос, там мерцают, они не мерцают, да? Там не мерцают. А вот, например, если брать нон-фудовские вещи, вы зашли там... Извините, сегодня нет в наличии. Это хорошо или плохо? Это плохо. Мое мнение плохо, да? Потому что я больше не зайду тогда к вам, ну или по крайней мере... Вы войдете к кому-нибудь... Ну смотря, смотря, нет в наличии. Нет в наличии на складе магазина, но компания-то больше, чем магазин. Нет, ну вот на сайте, допустим, нет в наличии, то есть либо напишите. То есть вот эти стандарты, их нужно формировать, и нужно клиента обучать и развивать. Нужно его приучать, первое, к культуре покупок в интернете. А для этого нужно цивилизованный сервис. Прежде всего показывать некое сарафанное радио, на что мы уповаем в большей степени, нежели там на какие-то наши рекламные активности, хотя не исключаем и вторые. К сожалению, вторые платные, а первое сарафанное радио, как показывает практика, более дорого стоит компания. Это как раз инвестиции в сервис, это инвестиции в качество и так далее. Поэтому все в этом направлении работают, просто разные успехи в этом во всем имеют место быть. Плюс система имеет тенденцию где-то сбоить. Стандарты, да, стандарты это хорошо, но вот мы там вообще посмотрели, и на рынке вообще нет компаний, их очень мало, и нет метрик, которые могли бы замерять вообще сервис. То есть, чтобы понять, что не работает, нужно сначала замерить. Есть отличные технологии там за границей, за рубежом, и мы их применяем в нашей компании, Net Promoter Score, и они дают отличные результаты. Но такого глобального... Этим стандартом нельзя воспользоваться? Это не стандарт, это технология замера качества сервиса. То есть, ты замерил, поставил целевой, понял, насколько ты отличаешься, и начинаешь делать корректирующие действия. Стремиться к этой цели. Да, конечно, но ты, когда ты работаешь на рынке, когда ты ставишь себе цель, и меряешь ее, и перформишь себя относительно себя, это здорово, но очень важно перформишь себя относительно других. И в этом смысле, конечно же, это такая... Других нет. А другие компании не замеряют вообще клиентский сервис, не замеряют его таким продвинутыми методиками, да, там, порекомендовали вы или нет. Стандарты действительно у каждого разные, и сравниться очень тяжело. Ну, здесь нам конкуренция должна всем, прежде всего, помочь. Вот у коллег клиента центрическая, да? Центричность. Центричность. У нас клиент-ориентированность. Выговариваться проще, смысл ровно тот же. Ну, тут, конечно. Соответственно, КОС, так называемая, клиент-ориентированная стратегия. И есть тоже свои целевые значения, к которым мы идем, и мы пытаемся, и не то, что пытаемся, реально установили для себя целевые значения, куда двигаемся. И вот кто первый сформулирует для себя хотя бы эти стандарты, более того, их достигнет, и с регулярной периодичностью, там, с вероятностью больше, чем 99% случаев будет достигать, у того финансовый результат, у того клиентская база, у того и будет и фонус. То есть это нужно, прежде всего, самому ритейлеру. И самое интересное, раз мы уже там, сегодня тема у нас там подводить итоги, куда идет ритейл, весь ритейл за 12-й год стал реально более качественным. И традиционный, и интернет-ретейл, клиент более требовательный, и дай бог ему здоровья, чтобы он становился еще более требовательным, пусть он нас подстегивает, а за это мы ему будем оказывать прекрасные услуги, но, тем не менее, на неких паритетных, опять же, началах. — Это понятно, да. Каждый должен быть при своем. — Мы должны друг друга любить. — По поводу финансового результата тоже интересно. Посмотрели компании, у которых прирастал, скажем так, клиентский сервис, показатели, сравнили его с приростом финансовых результатов. Корреляция есть. Корреляция есть, не сильная, но она есть. — Естественно, значит, оправдывая себя. — Конечно. То есть, если взять там топ-20 компаний мировых, да, и посмотреть, рост у них клиентский сервис, то все эти компании будут иметь положительные темпы прироста вручки. Вот. Поэтому клиентский сервис — это действительно очень важно. — И, Дмитрий, спасибо за вопрос. — Да, да. Ну, я надеюсь, он нас слышит, поэтому ты ему сам уже переадресовал. Времени не так много осталось. Два слова буквально. Об ассортименте мы все пытались сегодня заговорить. Заговорить уходили. Вот, кстати, да, ты рассказывал о пять случаев жизни, когда ты заказывал в интернете подарок для родственника, и он на прилавке продуктового магазина обычно стоит, а большую технику, да, или что-то там, какие-то мебельные товары, да, ты предпочитаешь все-таки вживую покупать. Вот от чего зависит ассортимент в ваших прилавках? На ваших прилавках от чего зависит? — Любой интернет-ритейл скажет, что можно купить в интернете ровно все. — Да, да. Ну, это просто слова, это рекламные акции. — Вопрос, сколько людей потенциально готовы купить. Последние исследования, которые мы провели, показывают, что, например, мы изучали рынок Москвы и Московской области, то есть порядка там 15% они сейчас уже готовы, аудитории там, домохозяйств, неких хаус-холдов, готовы сейчас приобретать в том числе продукты питания FMCG в интернете, и 10% потенциально готовы. То есть это только каждый четвертый может, а другие никогда не пойдут. Те, кто хотят покрутить в руках мясо, те, кто хотят сами понабирать лотков яблоки, вот эти люди никогда не пойдут в интернет покупать там продукты питания, а есть ощущение, что и сотовый телефон им зачем-то нужно будет покрутить в руках. — А, кстати, подожди, вот эти люди, которые условно сотовый телефон или яблоки любят покрутить в руках, они как-то в возрастные категории какие-то попадают? — Это... они не столько... Конечно, это люди чуть более старшего поколения, но это не определяющий фактор, это стиль жизни. То есть это определенный уровень достатка, это определенные жизненные ценности, это определенные хобби и увлечения. То есть если человек активный, если человек достаточно успешный с точки зрения карьеры, ему жалко время тратить на некую рутину, а он себя любит, и он правильно делает, тогда он может себе... он не хочет заниматься неинтересными делами, а именно... — Уж как минимум яблоки-то крутить в руках там, выбирать пятнышки на них считать. — Точно неинтересно. — Мне кажется, наверное, это увлекательное зрелище, крутить яблоки в руках. Вообще аудитория, клиент, он становится моложе, и правда, когда появился интернет, аудитория, которая ему пользовалась, она начинает становиться все старше, ее доход растет, и эти люди, конечно, там оказывают максимальную поддержку. Вообще, с точки зрения ассортимента, бытовая техника электроник традиционно покупается в интернете. Очень интересные результаты по продажам онлайн-ритейл. Вот вы говорите там про какой-то крупногабаритный товар, мебель очень хорошая, темпы роста показывает, детские товары. То есть мы там понимаем, да, что мама там, например, сидит с ребенком и может всегда заказать подгузники. — Что очень удобно безусловно. — Это колоссальный рост. — Конечно, конечно. — Вот, поэтому... — Ну, заканчивай фразу, да. — 30 секунд. С точки зрения клиентов. Буквально там совсем недавно общался с нашим постоянным клиентом. И все. Бабушка, там, 20 какого-то года рождения, постоянный наш клиент раз в неделю делает заказ на несколько тысяч рублей. Поэтому интернету все возраста покорны. — Дима, спасибо. Тимур, спасибо. Уважаемые слушатели, вам спасибо за внимание. С наступающим Новым годом. — С наступающим, да.